Идут от нас с разных сторон информация. Напомню, что аналогичные центры у нас во всех 85 регионах. Работают наш колл-центр, волонтеры, работают наши группы. По анализу того, что мы видим, здесь за вами стена, стена, где есть видео с избирательных участков. Каждый из волонтеров также может отмотать назад, посмотреть, разобраться с каждым сообщением. Идёт информация от наших организаций-партнёров, от общественной организации, ассоциации НОМ. Ну и целая огромная система, естественно, работает на участках наших наблюдателей. У нас есть возможность каждое сообщение проверить, выяснить, что происходит. В том числе идут фотографии у нас участков. Давайте несколько из них мы сейчас выведем на экран. Вот вы видите, голосуют вместе с семьёй избиратели, голосуют активно. Следующий, пожалуйста, кадр. В том числе и пожилого возраста, естественно, люди голосуют. Следующий. Вот впервые голосующий человек. Это село Круглое, Курганская область. Людей тоже поздравление от губернатора. Замечательно. Следующий. Тоже молодёжь идёт на выборы. Те, кто голосует впервые, получают Конституцию Российской Федерации. Калининград. В Калининграде активно голосуют. Давайте посмотрим. Ну вот аналогичные мы уже видели, кажется, в прошлый раз демонстрировали пара. Только что женились, только что вышла замуж девушка, приехали проголосовать прямо с церемонии. Ну что же, это замечательно. Кстати, это не единственный случай. Такие случаи у нас есть. Есть, естественно, выездное голосование для людей маломобильных групп, люди, которые не могут приехать проголосовать. Мне удобно, выезжают комиссии вместе с наблюдателем, и мы всё это видим. К сожалению, продолжается большой поток фейков. Естественно, он идёт. Иногда это бывает в следствии просто того, что люди безграмотны, не понимают избирательное законодательство, что-то им показалось, какое-то нарушение. Но, к сожалению, основной поток фейков идёт намеренный. Специально люди разъясняют, специально размещают информацию в большом количестве, которая не соответствует реальности. Давайте один из таких, из множества таких видеоматериалов сейчас покажем. Вот, естественно, под таким вот молодёжным лозунгом распространяют всё это в социальных сетях. Можно писать жалобу сразу же в ТИП, чтобы перебрали и разбирались. Всё это есть на видео. Просто участок можно полностью аннулировать. А что у вас есть в видео? Крики слышны, возмущения. Подождите, выпадали просто пачки, абсолютно полностью пачки выпадали. То есть человек проголосовал на трёх розовых бланках? Причём, что такое, абсолютно непонятно, что происходит. Крики какие-то, раскидывают бюллетени. Нет, нет, стойте, остановитесь. Остановите, положите. Положите. Пожалуйста, ничего, никто не трогайте. Члены комиссии. Вот я сейчас собираю зелёное. Это просто, это уголовное дело. Я собираю зелёное. Это нарушение закона. Нет, не трогайте ничего. Что за человек, кто такой, что происходит, абсолютно не ясно. Вот такие материалы размещаются, непонятно, что было, что не было, совершенно не ясно. А вот такие используются часто видеоматериалы. В том числе, естественно, и есть такая курьёзная информация. Например, на один из избирательных участков, это участок Спартановки, проголосовал человек в костюме паука. Любопытно. Есть и менее приятная информация. Например, у ИК-619 в городе Волосток зафиксирована драка. На участок пришли, предположительно, семейная пара нетрезвые люди, потребовали предоставить бюллетень, получили отказ, прописанную в другом районе, и оскорбляли членов территориальной участковой избирательной комиссии. Причём, когда их сотрудники полиции вывели, они продолжили эту драку между собой. Ну, вот есть и такие примеры. У ИК номер 2350 появился такой вброс, что якобы забыли на ночь опечатать сейф с документами. Не подтвердилось. На самом деле, постоянно следили наблюдатели, смотрели, как это всё происходит. Как это всё происходит. И у нас есть наблюдатели от Общественной палаты региона, которые это всё подтверждает. Есть и другие примеры. Например, город Киселёвск, Кемеровская область. У ИК-388. У ИК расположен в детском саду. И вместо пломб, как нужно по закону, основной ящик для голосования опечатали хомутами. В данный момент этот недостаток устранённый, ящик опечатан в соответствии с требованиями. Вообще, конечно, нужно понимать, что у нас почти миллион человек участвуют в организации самого голосования, около 100 тысяч комиссий. В них люди находятся, члены избирательных комиссий, члены от разных партий. И особенно в сельских районах очень часто это, конечно, люди, которые по своей основной профессии далеки от знания законов. И, безусловно, это не роботы. И какие-то проблемы возникают. Проблемы возникают, их довольно-таки много. В каком плане? Ну вот, например, информация следующая. В Волгоградской области, 17,46 участок. Избирательная комиссия выдала бюллетень людям, которые не относятся к этому участку. Это, безусловно, нарушение. Сразу принимается решение. Выдачу этих бюллетеней признали незаконной. И член участковой комиссии, которая выдала этот бюллетень, отстранена от работы. Ещё один пример. Челябинская область, 16,69. Нарушение в оформлении реестра голосования на дому. Признаны недействительными все бюллетени, которые были так выданы. Аналогичная ситуация Калининградской области. 16,46 участков. В Отрадном результаты голосования в пансионате для инвалидов и пенсионеров. Были случайно вскрыты переносные урны. Все эти бюллетени аннулированы. То есть признаны недействительными. Это большой плюс, что здесь сейчас наши участковые избирательные комиссии в случае каких-то нарушений закона, каких-то несоответствий, сразу признают эти бюллетени недействительными. И таким образом вопрос решается. Ну вот еще один пример. Москва 22,54 во время надомного голосования. Вероятно, избирателю были выданы два бюллетеня одного вида выборов. Естественно, это неправильно. И все бюллетени в данном переносном участке незамедлительно признаны недействительными. Ну, естественно, как я и говорю, идет одновременно большой поток фейков. Вот у нас данные, например, город Берск, Новосибирская область, говорят якобы о подвозе избирателей, делают фотографии людей, которые выходят из маршрутки около участка. В действительности маршрутное такси, которое ездит, ездит от удаленного района города Вега до участка УИК-1346, никакого нарушения здесь нет. Пытаются специально подать это все неправильная квалификация, фейк с неправильной квалификацией. Действительно, люди приезжают, но выходят из обычного маршрутного такси, никакого отклонения, никакого нарушения нет. И, кстати, мы видим, что достаточно такой большой поток фейков идет от наблюдателей или от кандидатов от партии КПРФ. И, конечно, идет большой поток вот этих фейков от организации людей, связанных с организациями и иноагентами. Это мы все видим, мы это отслеживаем, мы проверяем и эту, в том числе, информацию, и смотрим, что и как происходит. Субтитры создавал DimaTorzok